Приветствую вас. Я думаю, что вопрос, связанный с тем, вот, стоит ли жить с человеком, которого вы не любите, вам решать, я думаю, что... этот вопрос вам решать самостоятельно. Но мне кажется, что в своём тексте вы не раскрыли некоторые важные детали, а именно детали, связанные с тем, значит, как вы стали, вот, вместе с человеком, ну, то есть, вот, как вы начали встречаться с этим человеком, почему вы вообще с ним начали жить, почему вышли с него замуж, если он такой, если вы его не любите. Вот. Для чего это всё? Судя по вашему описанию, вы на довольно серьёзные жертвы пошли ради этого человека, вы пошли на очень серьёзные жертвы ради того, чтобы как-то вот, ну, быть с ним. и терпели, терпели то, что от вас отвернулись ваши близкие и родные, и маму его терпите. Вот. Я, честно говоря, просто вот хочу понять, а для чего это всё? Зачем это всё? Какая цель у этого всего? Именно у вас? Ну, очевидно, что если вы, к примеру, человека не любите, да, если вы, к примеру, человека не любите, то получается, что есть у вас какие-то, ну, другие основания для того, чтобы с ним быть. И вот, собственно, мне и кажется, что эти основания неплохо было бы раскрыть, неплохо было бы определить, понимаете? Потому что, ну, вы можете, вы можете, конечно, выйти из отношений, и вы можете, конечно, и уйти от него, вы можете, даже я вам больше скажу, вы можете решить для себя, что вы больше не хотите жить с человеком, да? Вот. Но очень важно понять, почему вы всё-таки решили с ним быть. при условии, что он вам, ну, не подущая. На мой взгляд, на мой взгляд, момент заключается в вашей самооценке, то есть вы себя недооцениваете, но это косвенно указывает то, что вы называете себя симпатичной, то есть вы говорите, что вот я симпатичная, и так далее, и я вам, я вам верю, я верю вам, я верю в то, что вы симпатичная, но я также понимаю и немножечко, ну, другую историю, немножко другой момент, связанный с тем, что, знаю вы себе цену, да, знаю вы себе цену, наверное, вы бы не стали связывать жизнь, да, да, с этим мужчиной, ну, с этим мужчиной. А так вот такое ощущение у меня возникло и появилось, что вы его просто для чего-то используете, вот. Я, конечно, я не знаю, конечно, для чего вы его используете, но вот такое ощущение возникло. И вот с этими моментами, наверное, нужно разобраться в первую очередь, ну, вот. А дальше уже будет как-то более понятно, что вам сделать дальше во всей этой ситуации. Вот, и тогда вы описываете такую вот, знаете, ну, позицию жертвы, пока что. Вы описываете позицию жертвы, к сожалению. То есть человек, человек, который не берёт на себя ответственность за свою жизнь. Вы говорите, что вы сейчас думаете о том, когда уйти. Ну, вот вы сейчас думаете об этом. И мне представляется очень важным подопредить вас, что ставя вопрос так, вы не уйдёте никогда. Скорее всего. Потому что всегда будут, по сути, какие-то отговорки, всегда будут, всегда будут какие-то трудности, всегда будет что-то, что будет отвлекать вас от вашего решения. Всегда будет что-то, из-за чего вы будете сомневаться в нём, да, в этом решении. И так далее. Я вот, честно говоря, не думал, что это то, что реально вам даёт какой-то результат. Так, я не думаю, что это реально вот несёт вам в пользу, если честно. Вот. Хотя мы, я рекомендую вам не торопиться, я рекомендую вам не спешить, вот, с решением уходить. А, ставить вопрос, не так, когда я уйду, уйду, а вопрос ставить немножко по-другому. Вопрос, зачем? 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 Зачем я хочу уйти? Куда я хочу уйти? Вот. В целом, я думаю, что мужчина это консистенция того, что вы думаете о себе. Мужина это консистенция того, как вы относитесь к себе. Вот. Я, конечно, был бы очень рад ошибаться. Я очень рад был бы, опять не буду, опять не брать. Вот. Ну, мне видится ситуация примерно такой. Поэтому на неё, на эту же ситуацию, нужно обратить самое пристальное внимание вам. И дальше уже вы определитесь с тем, как поступать. Ну, обратно говоря, да. Как поступать, что делать и так далее. Вот. Вот я думаю, так можно вам ответить на вопрос, который вы задаёт. На этом всё. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Вот. И надеюсь, что ситуация успешно разрешится.